ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР ХЕСЕТВЕ ШАЛОМ БЛАГОДАТЬ И МИР ВАМ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ Добро пожаловать на передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Когда я говорю «ХЕСЕТВЕ ШАЛОМ», то в переводе это означает «благодать и мир». Стоит отметить, что все послания Павла начинались с этой фразы. Павел говорит так. «Благодать и мир вам от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Это откровение об отношении Бога Отца к нам. Он являет нам благодать и мир. ХЕСЕТВЕ ШАЛОМ БЛАГОДАТЬ И МИР ВАМ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ «От Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Аминь. Мне нравится слово «ХЕСЕТ». Оно говорит о благодати, сострадании и говорит о любви. Некоторые слова из иврита нельзя перевести одним словом. Да, и в нем есть звук ХА. ХЕСЕТВЕ ШАЛОМ. Я помню, что так привык к ивриту, что когда пришел заказывать мексиканскую, как она называется? По-моему, эта мексиканская еда называется халупа. Чалупу. Чалупу. Я назвал ее халупой. Мои дети расстроились, когда я сказал, что принес халупу. Забавно. У тебя смешались испанский и иврит. Надеюсь, у вас нет такой проблемы. Я верю, что сегодняшний выпуск вас благословит. Не так давно я был в горах Холорадо, когда я лег спать в маленьком домике на высоте 10 тысяч футов. И в ту ночь Господь обратился ко мне в духе. Это был ясный, слышимый голос. Дух ясно сказал мне во сне, «Твой единственный дар – это прорыв». Должен сказать, что когда Дух сказал мне это, это потрясло меня. Мне стало плохо. На следующий день, когда я размышлял об этом, я понял, что это было для меня неожиданностью. Я сказал, «Господи, мне больно от того, что Ты говоришь, что мой единственный дар – это прорыв. Что Ты имеешь в виду? А как насчет других вещей, которые Ты даешь мне? Как насчет учений и проповедей, евангелизации?» Я не понимал, как истолковать это слово. Но со временем я ощутил, что Дух сказал мне, «У меня есть другие люди, которые учат, проповедуют и евангелизируют». Я не говорю, что не использую тебя в этих вещах, но тот уникальный дар, который я дал тебе, и который весьма редок на земле – это дар прорыва. Что же такое прорыв? Это когда ты проходишь там, где не проходили другие. Я верю, что Бог дал мне помазание прорыва, которое позволит мне достичь новых измерений в духе, а также привести наше служение в места, в которые еще не приходили другие. Но я также верю, что помазание прорыва, которое Бог дал мне, передастся вам во время этой передачи. И поэтому я молюсь нашему Богу. Отец, начиная этот выпуск, я хочу, чтобы удивительная сила Твоего Духа, которую Ты дал мне, а именно дар прорыва, высвободилась в жизнях людей, которые слушают сегодня с открытым сердцем и ушами. Я провозглашаю прорыв в вашей жизни. Пусть ваше сердце отправится на такие глубины духа, на которых вы не бывали ранее. Пусть ваше осознание Божьей любви возрастет. Пусть ваше познание истин, откровения, несущие свободу в вашу жизнь, возрастут через это учение и помазание в моей жизни, которое передастся на вас. Сейчас я также провозглашаю прорыв в ваших условиях. Возможно, кто-то из вас хотел купить дом, но не мог сделать этого. Возможно, этот вопрос касается вашей работы, брака, независимо от ситуации. Наш Бог — это Бог прорыва. Я не проповедую что-то, чего нет в Библии. Сегодня мы будем читать Вторую книгу Царств, 5 главу, с 17 по 25 стих. Есть еще одно место, в котором описываются эти события. Я не буду читать его целиком, но хочу вспомнить о нем, чтобы вы его записали. То событие, о котором мы читаем во Второй книге Царств, также упоминается в Первой книге про Липоменон. Это 14 глава, отрывок с 8 по 17 стих. Иногда я буду обращаться к этому фрагменту, потому что там есть моменты, которых нет во Второй книге Царств. «Трава сохнет, и цветы вянут». Пожалуйста, выслушайте Слово Божие. Я буду разбирать этот фрагмент по частям. Давайте же начнем. Вторая книга Царств, 17 по 25 стих. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида». Давайте разберем этот момент. Что же случилось? Филистимляне были врагами Бога, иудеев, Божьего народа и Давида. Когда враги услышали, что Давида помазали на царство, то пошли искать его. О чем здесь идет речь? Они хотели выследить и убить его. Я хочу, чтобы вы услышали первый принцип. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали, они напали на него. Я прочитаю вам еще раз это же место. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство, над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. Они хотели найти его, чтобы уничтожиться. Когда Бог дает вам большее помазание, дает вам нечто новое в духе, новую силу, новое откровение, новую жертву повиновения, вы должны понимать, что враг видит это, и враг отреагирует на это. Он попытается остановить вас. Точно так же, как филистимляне, когда услышали, что Давида помазали на царство, напали на него. То же самое происходит сегодня и с нами. Вы должны понять, что здесь всегда идет бой. Враг всегда будет противиться росту помазания Божьего в вашей жизни. Я помню, как много лет назад, когда я еще был новообращенным верующим, я поглощал Слово Божие. И послание к евреям, я нашел один фрагмент, в котором говорилось, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздают». И когда я прочитал о том, что Бог наградит меня за то, что я буду искать Его, я понял, что это рецепт для успеха в Господе. Мы можем знать Его больше, переживать больше Его свободы и полноты. И тогда я сказал, «Завтра я целый день буду искать Бога, ведь Он обещал наградить меня, если я буду искать Его». Наступил новый день. Я встал утром, и вплоть до самого сна я лишь искал Бога. Я молился, читал Писание, и это длилось весь день. С утра и до вечера я искал Бога. Я помню так, словно это было вчера. Я помню, как после целого дня поисков Бога я пришел в свою спальню в тот вечер. Я помню, как схватился за ручку, чтобы открыть двери в спальню. Я ожидал, что со мной случится нечто удивительное, потому что весь день я искал Бога, а Он ведь вознаграждает тех, кто ищет Его с искренним сердцем. В тот вечер я лег спать, ожидая чего-то хорошего. Но то, что случилось со мной в ту ночь, было настолько ужасным, что я даже не могу этого описать. Но я постараюсь, тем не менее. Я лег спать в ту ночь. Но вместо того, чтобы пережить момент блаженства, потому что я весь день искал Господа, на меня напал самый сильный и жестокий дух, с каким я только сталкивался до сего момента. И я даже не могу вам это толком объяснить. Я лишь понимал, что это была духовная атака и сила духа, который напал на меня, была настолько мощной и жестокой, что у меня сложилось впечатление, словно я мяч, который бросают об стены моей спальни. У меня было такое чувство, словно меня бросали о стены спальни. Я понимаю, что в этом нет никакого смысла, но это образ, чтобы помочь вам понять, что со мной происходило на тот момент. Я был как настоящий теннисный мяч. Бам, 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 бам. Это была духовная атака. И меня, конечно, не бросали буквально об стены, но именно это я и ощущал. А когда я проснулся на следующее утро, то понял, что пережил встречу с чем-то могущественным, темным, сверхъестественным, и это встряхнуло меня. У меня было такое чувство, словно меня переехал грузовик. Я понимал, что враг пытался протолкнуть следующую мысль в мой разум. Если ты будешь и дальше делать то, что делал вчера, а именно искать весь день Бога, я сделаю с тобой то же самое, что сделал и вчера, а может и больше. Враг пытался помешать мне искать моего Бога. Эта женщина считала, что бес привел к проблемам со здоровьем в ее теле. Она побывала во многих церквях, но не смогла получить исцеление. Она была глухой на одно ухо и не могла поднять левую руку. Когда я высвободил исцеление со сцены, некоторые симптомы начали уходить. Она вышла рассказать, но бес не ушел полностью. Когда я дунул на нее, он начал проявляться. Вот это да. Во имя Иисуса, посмотри на меня. Во имя Иисуса, посмотри на меня. Я приказываю тебе посмотреть на меня во имя Иисуса. Если хочешь полностью освободиться, то гляди мне в глаза. Посмотри на меня во имя Иисуса. Я приказываю всякому бесу идти во имя Иисуса и выйти. Вы должны уйти во имя Иисуса. Во имя Господа Иисуса. До последнего. До последнего. А теперь поднимись. Пусть она поднимется. Посмотри на меня. Я хочу, чтобы ты подняла руку и поблагодарила Иисуса за то, что Он освободил тебя. Ты свободна, милая. Иисус освободил тебя. А вот что было с Давидом. Когда филистимляне услышали, что он помазан на царство, то пришли уничтожить его. То же самое было и продолжает случаться со мной. Когда я движусь в Господе, вхождение с ним в служение. Враг реагирует на это, пытаясь остановить вас, возлюбленные. То же самое будет с вами. Мы живем в духовном мире, и тьма ненавидит свет. И по причинам, которые мы не совсем осознаем, Бог сделал так, чтобы мы с вами боролись в этом мире. Мы бы хотели, чтобы Господь защитил нас от всех вызовов, битв, всех атак врага. Но Бог не всегда делает это. Вспомните, как апостол Павел молился в послании к Оринфянам. Павел говорит, что был посланник сатаны. Дословно, посланник сатаны, который принес мучения в его жизни. Павел говорит, что молился Господу несколько раз об этом. Он трижды говорил, «Господи, убери это, защити меня от этой атаки врага». И он говорит, что после третьего раза Господь ответил ему, «Нет, Павел, я не остановлю эту атаку, потому что моя сила совершается в твоей слабости, и моей благодати достаточно для тебя, чтобы ты выстоял во всем этом». Иными словами, Павел говорит, что столкнулся с атакой врага. Он попросил Господа убрать это. Но Бог сказал, что не уберет. Вместо этого, Бог сказал, что его благодати будет достаточно для Павла, чтобы пройти через это. А во время атаки, как сказал Господь, Павел должен полагаться на него. Его сила совершалась в слабости Павла. Господь говорит, что его сила совершается в слабости. Тогда Павел сказал, «Я лучше буду хвалиться своей слабостью, чем силой». А все потому, что его сила совершается в нас, когда мы проходим через трудные времена, и мы держимся за него в эти моменты. Я хочу, чтобы вы поняли, что Господь позволяет нам иногда переживать атаки. Ведь когда мы держимся за Господа во время атаки, мы укрепляемся силой Святого Духа. Итак, Давид был помазанным царем. Мы читаем в Новом Завете, что помазание — это когда мы облекаемся в силу Духа Святого, облекаемся в откровение. Это когда Дух Святой обращается к нам, когда Господь делает нечто новое в нашей жизни, когда мы продвигаемся в Нем лично. Враг видит это и атакует, пытаясь остановить наш прогресс. Вы не должны сходить с пути, когда вас атакуют. Возможно, Господь побудил вас сделать шаг веры в вопросе финансов. И тут внезапно вы получили большой счет. Враг хочет остановить вас, чтобы вы не были верны Богу в финансах. Он знает, что если вы откроете свое сердце Богу, Он использует это для того, чтобы излить в вас свой Дух. Возможно, вы решили больше свидетельствовать. Но когда вы начали делать это, кто-то набросился на вас, начал кричать и ругаться. Враг пытается остановить вас. И то же самое касается того, когда мы начинаем прогрессировать в душе. Мы отдаем себя Господу по-новому. Мы пребываем во дворах Божьих. Но когда мы начинаем продвигаться на своем пути веры, мы начинаем видеть страшные сны по ночам. Я помню, как моя соседка рассказала мне, что когда она начала искренне искать Бога, она начала видеть демонические сны. Мне грустно от того, что она перестала искать Бога, потому что боялась демонических снов, возлюбленные. Мы видим это на примере Давида. Если вы хотите увидеть духовный прорыв, то не можете позволить атаке врага остановить вас. Не позвольте атаке врага остановить вас. Продолжайте двигаться вперед. Я рассказывал вам о том, что было со мной, когда я искал Бога весь день. Дьявол атаковал меня ночью. Мне казалось, что я мячик, который бьют об стены. И на следующее утро враг вложил мне такую мысль. Если будешь и дальше поступать так, то я буду и дальше атаковать тебя. Я должен был бороться с этой мыслью и сказать, «Нет, враг не остановит меня». Обратите внимание на то, как на это отреагировал Давид. Он не позволил врагу остановить его. Он обратился к Богу. Послушайте, что говорит нам Писание. Когда Давид услышал о том, что филистимляне собираются напасть на него, то вот что он сделал. И услышал Давид и пошел в крепость. Давайте разберем для начала этот фрагмент. Во-первых, Давид понял, что его атакуют. Иногда мы с вами спотыкаемся на этом. Мы движемся в Господе, и враг атакует, но мы не понимаем, что нас атаковали. Мы начинаем винить обстоятельства, людей, бросаем веру, не осознавая, что происходит на самом деле. Враг атакует нас потому, что мы продвигаемся вперед, как он атаковал Давида, когда услышал, что его помазали на царство. Мы должны понять, что когда мы продвигаемся в Господе, и что-то идет не так, в этом материальном или в духовном мире, это не что иное, как атака. Будьте сильны, мы должны укорениться в помазании. Послушайте, что случилось далее. И услышал Давид и пошел в крепость. А крепость — это место защиты. Мэтт Суда на еврите. Он углубился в Господе, пошел в тайное место, вместо защиты, и укрепился в нем. И находясь в этом месте, он смог получить от Господа то, в чем нуждался, чтобы противостать атаке и победить атакующего. И вместо того, чтобы позволять врагу сбивать нас с ног, мы должны углубиться в Господа, пойти в крепость, если хотим получить тот самый прорыв. А что значит пойти в крепость? Давид пошел в обычную крепость, которая была тогда в пустыне. Он пошел в обычное, вполне себе осязаемое место защиты. Но еврейская Библия показывает нам материальный пример вещей, которые применимы пророчески в духе, иными словами. Еврейская Библия показывает нам через материальный мир то, что происходит в мире духовном. А как нам с вами пойти в крепость, когда мы переживаем атаку? У меня не хватит времени, чтобы полностью объяснить это вам сегодня. Но я хочу поделиться с вами следующим. Я заметил в своем хождении с Богом, что когда я сталкивался с серьезным временем, то даже не зная, как молиться, я переходил на пониженную передачу и начинал молиться на ином языке. Опять же, никто не учил меня этому. Если у вас старая машина, и вы едете по крутому склону, вам нужно переключиться на пониженную передачу. Вот что происходит со мною, когда я сталкиваюсь с чем-то серьезным, требующим серьезной молитвы. Чтобы пройти через это, я практически подсознательно начинаю молиться в Духе, используя свой молитвенный язык. Я подробнее расскажу о личном молитвенном языке в следующем выпуске. Многие не понимают дар иных языков. Является ли крещение в Духе Святом тем же, что и говорение на языках? Нужно ли говорить на языках, чтобы быть крещенным в Духе Святом? Многие не понимают этот вопрос. И это приводит к появлению ложных учений. Поэтому присоединяйтесь ко мне в следующий раз, когда я буду говорить о том, как пойти в крепость. Мы поговорим о том, как это сделать. Мы будем говорить о личном молитвенном языке из послания к Коринфянам. Я помогу вам разобраться с этим. Кроме того, мы рассмотрим другие способы пойти в крепость, чтобы противостать атакам врага. С вами сегодня был Равин Шнайдер. Я провозглашаю прорыв в вашей жизни уже сегодня, над жизненными обстоятельствами и в вашем сердце и уме. Я люблю вас. Пусть Бог благословит вас и шалом. Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец Яхве, Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Действительно ли Бог контролирует все? В следующий раз на программе «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете правду о силе и суверенности Господа. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо всем своим ежемесячным партнерам. Если это служение благословляет вас и вы верите, что Господь использует его, чтобы касаться жизни людей по всей земле, то я хочу попросить вас открыть сердце и спросить у Господа, хочет ли он, чтобы вы стали ежемесячным партнером нашего служения, чтобы почтить его возлюбленные. Мы должны поддерживать служение, которое проповедует Евангелие. Если вы ощущаете побуждение в духе, чтобы стать нашим партнером, то послушайтесь этого побуждения. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Мы не увидим прорыва в жизни без прорыва в отношении с Господом. Послушайте, что Отец говорит нам в книге Малахия, 3 главе, 7 стихе. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? В следующем стихе Господь говорит об этом десятину и приношениями. Когда мы отдаем наши сердца Отцу, мы получаем Его силу, свет и жизнь в нашей жизни. А если мы не доверяем Ему, не почитаем Его, мы лишаем себя силы, которая приводит к прорыву. Это одна из причин, почему почитание Бога десятинами и приношениями так важно. Возлюбленные, давайте не ограничивать наши отношения с Хошемом, отказываясь почитать Его своими десятинами и приношениями. Это крайне важно. Давайте будем послушны Ему и Бог благословит нас. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.